МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ Беременной мачехи 29-летняя предпринимательница Екатерина Борисова. Девушка решила, что ее родной папа все свое состояние, а это целая сеть ломбардов, оставит молодой жене. Этого, как считает следствие, не смогла пережить и не захотела допустить Екатерина. Дочь нашла киллеров и подослала их к отцу Ивану Борисову. Окровавленные тела бизнесмена Борисова и его беременные супруги обнаружили во дворе особняка хозяина ломбардов. Как саратовским сыщикам и сотрудникам Следственного комитета России удалось выйти на след заказчицы и исполнителей громкого преступления? Мы взялись за это дело. Это будет честный детектив. Вместе со мной расследование ведет журналист Роман Нагорянский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодую, красивую и предприимчивую Екатерину Борисову хорошо помнят многие жители Энгельса. Когда-то чуть ли не все городские билборды были увешаны ее гламурными фото. Девушка рекламировала собственное риэлторское агентство. Своей красотой предпринимательница пыталась привлечь богатых клиентов. Эффектные фотографии Екатерины регулярно появлялись и на обложках модных бизнес-журналов Саратовской области. В регионе все знали, что у Кати есть влиятельный и состоятельный покровитель – ее отец Иван Борисов. В Энгельсе ему удалось создать самую крупную сеть ломбардов. Под его контролем также находились ювелирный магазин, фирма по продаже электроники и похоронное бюро. Общая стоимость бизнес-империи Борисова оценилась экспертами в 200 миллионов рублей, а ежемесячная прибыль составляла более 2 миллионов. По словам коллег-предпринимателя, Иван Борисов всегда охотно помогал своим детям. Особенно он баловал вниманием и деньгами старшую дочь от первого брака – красавицу Катю. Обношения были очень теплыми. Очень теплыми, очень хорошими. В последнее время только он говорил о том, что вот Катя не совсем правильно ведет бизнес, расходует деньги не совсем грамотно, и какие-то между ними были трения. Это единственное то, о чем мне известно. Иван Владимирович никогда не говорил о своих детях плохо. От других браков у предпринимателя Ивана Борисова тоже родились дети. Младшая дочь Серафима и сын Глеб. Несмотря на то, что у наследников бизнесмена были разные мамы, все дети жили дружно и поддерживали отношения. Правда, ближе всех владельцу сети ломбардов была красавица Катя. Ее брат, студент Саратовского государственного технологического университета Глеб Борисов, утверждает, что папа действительно очень сильно любил Екатерину и как-то по-особенному к ней относился. Надеялся, что она продолжит его дело и станет бизнес-леди. Он ей помогал, он ей предоставил помещение в центре города. Она как бы хотела организовать бизнес даже здесь какой-то. То есть помощь от него была всегда. Он всегда был рад, наоборот, помочь ей. И как бы если какие-то ошибки сделал, он даже какие-то самые банальные, которые могут поругать, он, наоборот, говорил, что тебе надо было посоветоваться со мной, и как бы ты его избежал этих ошибок. Но как бы отец не помогал своей красавице-дочке, это не очень раздражаемые, и как бы ее бросил от него. Пока я вродил, что ее не помогал своей красавице-дочке. И он здесь далее, и он считает, что-то что-то допустил, что она вообще не может эту красавице. И вот внутри, и она тоже подвергает, и она даже не может поругать свою красавицу, она не могла ночь, что-то шум-то не поможет. И это было Áль spot, и это было просто, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как нам рассказала Катина бабушка, ее внучка так и не решилась позвонить отцу в Энгельс и наладить с ним отношения. Любимая папина дочка-красавица надолго затаила обиду. Продолжение следует... Не пожалели кровожадные преступники и женщину. Они несколько раз ударили ей ножом в живот и грудь. Смерть наступила мгновенно. Весь двор, а также иномарка предпринимателя были залиты кровью. Душугубы не тронули ни документов, ни денег бизнесмена. Основной версией на тот момент, на первый день возбуждения уголовного дела, это была версия убийства Борисова и его конкурентами, так как Борисов имел очень хороший, развивающийся бизнес в городе Энгельс. Он был человеком достаточно известным в бизнес-кургах города Энгельса. Имел постоянный приличный очень доход. Сын убитого предпринимателя первым узнал о случившемся. Глебу позвонили оперативники уголовного розыска и попросили срочно подъехать к дому отца. Я доехал как можно быстрее, то есть здесь уже много очень милиции было. Потом уже дошел, там все рассказали, объяснили. Как бы сразу начал звонить, причем Екатерине в первую очередь. Ей сообщил об этом. Что она ответила? Она сначала не поверила, потом говорит, дайте мне следователю, я дал трубку следователю, то есть он с ней поговорил. Я приехал уже, когда на похороны про нас, я выносил тело, прям буквально подъехал, там, знаю, за 30. То есть, по идее, как бы надо было приехать, наверное, сразу же. Сразу сесть на первый самолет, там, не знаю, тем более, если бы средства позволяют, там, семье помочь в такой ситуации. Сотрудники УГРО Саратовского главка и следователи областного следственного комитета пообщались с родственниками, а также с бывшими подчиненными Ивана Борисова. Но никакой зацепки так и не нашли. Выяснилось также, что хозяин крупной сети ломбардов и нескольких фирм принципиально не контактировал с представителями местного преступного мира. А он никогда не связывался с криминалом. Я помню, 94-й год, когда в кабинет к нему, я сидела у него в кабинете, в кабинет к нему пришел авторитет, который у нас здесь был в Энгельсе, Зыряй. Он просто набрал трубку и вызвал милицию. Поэтому вот таких у него проблем, в общем-то, не было. А там иные какие-то связи, но мне просто о них неизвестно. На третий день после кровавой расправы над предпринимателем Иваном Борисовым и его беременной супругой в районном отделе милиции появился ранее судимый Игорь Чернов. Он трудился в местном таксопарке. Рецидивист со стажем заявил, что точно знает, кому нужна была смерть владельца сети ломбардов. Сотрудники оперативно-следственной бригады внимательно выслушали таксиста Чернова. По его словам, незадолго до громкого преступления он общался с подозрительным клиентом по имени Матвей. Незнакомец поинтересовался криминальным прошлым водителем такси, а затем предложил ему поучаствовать в одном выгодном дельце. Игорь Чернов сначала принял подозрительного вербопщика за милицейского агента-провокатора. Но после того, как Матвей сказал, что нужно ликвидировать мужчину и женщину, таксист поверил в серьезность его намерений. Была озвучена и сумма гонорара – 200 тысяч рублей наличным. Вот мы с ним встретились в Солнечном. Он дал фотографии супруге, как выяснилось, Борисовой. Вот. И денег. Все. И мы съездили с ним по месту их у него проживания. Вот. После чего расстались. Получив фото будущих жертв и аванс 30 тысяч рублей, таксист сразу лег на дно. По словам Чернова, он не захотел участвовать в заказном убийстве и решил просто обмануть незнакомца. Таксист увидел по телевизору сюжет о жестоком убийстве предпринимателя и его беременной жены. Уголовник сразу понял, что он общался с настоящим организатором кровавой бойни. Испугавшись, что с ним также разберутся, Чернов прибежал в районный отдел милиции. Ну а дальше, как говорится, было дело техники. Номер мобильного телефона таинственного Матвея быстро вычислили. Оказалось, что под этим именем скрывался ранее судимый Степан Лащилин. Подозреваемого пригласили приехать в местный отдел милиции. На удивление сыщиков, Лащилин быстро появился около местного РУВД. К тому же он приехал не один. Вместе с ним была старшая дочь убитого коммерсанта Екатерина Борисова. Выяснилось, что она является хорошей знакомой Степана Лащилина и приехала поддержать его. Девушка зашла в первый милицейский отдел, а вот Степана Лащилина задержали на улице. К этому времени оперативники УГРО уже точно знали, что подозреваемый причатен к громкому преступлению. Оказавшись в кабинете следователя, Степан Лащилин неожиданно для всех согласился написать чистосердечное признание. Лащилин рассказал, что данное преступление совершено именно мной. Сначала он начал говорить о том, что совершил его сам по личной инициативе, так как Борисов задолжал ему крупную сумму денег. Однако сразу начали устанавливать и выяснилось, что никаких денег Борисовым должен не было, что это все выдумки. И тогда Лащилин рассказал, что данное преступление его попросила совершить дочка Борисова, Борисова Екатерина. Сразу же была задержана Борисова Екатерина. Со слов Степана Лащилина пойти на кровавое преступление его потолкнула красавица Катя. Все эти годы он был тайно в нее влюблен и не смог ей отказать. Об этом и многом другом организатор убийства рассказал в съемочной группе программы «Честный детектив». Ну, был период, когда она настраивала против отца своего негативного, что он ее там ущемляет, грубит ей, фразы разные высказывает неприятного характера для нее, что как бы зря она родилась и так далее. Вот, и в конце, в итоге, нашла решение проблемы, что как бы убить его с целью наследства. Ну, и попросила найти человека, кто мог бы это сделать. Ну, вот, к этому все и пришло. Вот, попросила вас? Ну, да. Следствию удалось доказать, что влюбленный в Катю Борисову Степан Лащилин быстро нашел сообщников. Сначала таксиста-уголовника, который взял у него 30 тысяч рублей и скрылся, а затем надежного исполнителя, бывшего бойца спецподразделения силового ведомства Александра Нагибина. По словам оперативников, Нагибин согласился участвовать в кровавой бойне за 200 тысяч рублей. Вооружившись охотничьими ножами и натянув на головы трикотажные шапки маски, головорезы проникли на территорию особняка, хозяина сети ломбардов и устроили там засаду. Дождавшись, когда автомобиль предпринимателя въехал во двор частного дома, налетчики выскочили из-за укрытия и набросились на Борисова и его беременную жену. В нашей телепрограмме Лощирин заявил, что убивал Александр Нагибин, а он ему только помогал. – Скажите, Нагибина убивал? – Да. – Он кого конкретно убивал? – Екатерину и потом Иван Владимировича. – Вы в этот момент просто находились рядом? – Ну, я находился рядом, просто конкретно, как было это в показаниях описано, то есть присутствовало там, и от меня ножевое ранение было и на Ивана Владимировича. – То есть вы нанесли все-таки ножевое ранение? – Ну, он нанес. – Я нанес Ивану Владимировичу два ножевых ранения. – В СИЗО нам удалось встретиться и с бывшим бойцом спецназа Александром Нагибиным. Он во всем винит не заказчицу преступления, а организатора Степана Лощилина. Якобы именно Лощирин повязал их кровью, хотя на самом деле они договаривались не убивать людей, а всего лишь грабить. – И он мне прямо там, перед этим домом, да, он нож метательный, двухсторонний, заточкой. Вот. Я его убрал, сразу нож. И он сидели, мы ждали, он говорит, я говорю, ну что, как дело будем? Он говорит, давай будем сидеть ждать, пока машина заедет. Он зайдет домой, я забегу, может, даже постараемся, говорит, я из машины просто вытащу деньги. Как показалось нашей съемочной группе, и Александр Нагибин, и Степан Лощирин сейчас пытаются хоть как-то оправдать свое жестокое кровавое преступление и придумают все новые версии случившегося. Они также пытаются перевалить вину друг на друга, а ведь совсем недавно обвиняемые давали другие признательные показания, и на следственных экспериментах под видеокамеру рассказывали и показывали на манекенах, как они, вооруженные охотничьими ножами, расправились с бизнесменом и его супругой. То есть я пошел сюда, услышал, повернулся, увидел сожительницу, увидел сразу человека, который на меня прыгнул, подставил нож, нанес два удара. Какую область, покажите, нам не было. В область его там, то есть где-то сюда. Зафиксируйте, пожалуйста. Наносил ли он удары потерпевшему, Борисов? Да. Ну вот, мужчина лежал, девушка на корточках. А корточка? Девушка была еще жива? Да, и мужчина был жив, и девушка жива была. Они кричат, во время совершенных действий мужчины и женщины кричали, оказывали вам сопротивление? Мужчина, оказываю. Оказалось, что Степан Ващилин не раз был в доме предпринимателя Ивана Борисова. Старшая дочь Екатерина пристроила своего возлюбленного в компанию отца. Опасаясь, что босс его узнает, он пошел на преступление в маске. Бросив умирать истекающих кровью Ивана Борисова, его жену Екатерину Рябченко, головорезы поспешили покинуть территорию особняка. По дороге убийцы избавились от ножей, а затем уничтожили и одежду. Спустя некоторое время сыщики обнаружили орудие преступления – окровавленные охотничьи ножи. Несмотря на то, что исполнители заказного убийства дали признательные показания, заказчица Екатерина Борисова сразу заявила, что она не желала жестокой расправы над родным папой и беременной мачехой. С ее слов все это – провокация. Ее якобы подставил бывший возлюбленный Степан Лащилин. Борисова даже заявила, что Степан хотел ликвидировать ее. Меня обвиняют в убийстве моего отца и его гражданской жены Екатерины. Я не убивала, я не заказывала убийство своего отца и Екатерины. Никто меня не слышит, никто меня не слушает. Всем, видимо, очень удобно, потому что сказал один человек – вот она, и все. Я, в общем, сама в некоторых вопросах виновата в том, что меня не услышали правильно. Меня, я извиняюсь, я перебиваю, меня этот человек, вот Лащилин, заказывал первый. Заказывал он меня, начиная с июня 2010 года. У Екатерины это такая позиция, как бы сделать меня негативным человеком, что я ее здесь оклеветал и, мало того, еще убить хотел. То есть это ее позиция защиты такая, как я мог заказывать, ее убивать, с какой целью, для чего. И сама мне, понятно, смешно даже. Поддался влиянию человека такому. Хотя я ее уже ни в чем не обвиняю. То есть у меня своя порога была. То есть нужно было думать самому. На что иду и чем закончится, может быть. И хорошо это и плохо. Вот так вот. Следствию удалось обнаружить множество улик по делу. Орудие убийства – охотничьи ножи. Брошенные на месте преступления кепку Лащилина. Отчетность по денежным переводам Екатерины Борисовой – Лащилину. А также их СМС-переписку с обсуждением преступления. Несмотря на все это, старшая дочь убитого предпринимателя по-прежнему считает себя невиновной. Следствие узевлено ее упорством. Был изъят телефон у Лащилина сразу же после его задержания, в котором было порядка 25 СМС от Борисовой Екатерины, общее содержание которых, если их читать друг за другом, говорило о том, что надо совершить убийство моего отца, и я тебе плачу за это деньги. Поскольку гонорар непосредственно участнику этого убийства вместе с Лащилиным был определен 200 тысяч рублей. Вообще сумма заказного убийства составляла 700 тысяч рублей. 500 предназначались Лащилину, 200 предназначались Нагибину как исполнителя этого преступления. Во время записи интервью с Екатериной Борисовой мы почти поверили в то, что она все-таки любила своего отца и принимала его молоденьких подруг невесты Жон. Под конец беседы Катя неожиданно решила сделать заявление прямо перед видеокамерой. Я не хочу этого скрывать. Я хочу это сказать действительно на всю страну. Но моя причастность заключается не в том, что я пыталась его заказать. Я его не заказывала, чтобы его убили. Не заказывала вообще. Речи не шло ни про какую Катю. Лащилин или кто-то иной должен был подойти, забрать бумажник, погрозить ножом, напугать моего отца. Я хотела добиться, если так можно выразиться, определенных нравственных переживаний от отца. Я не оправдываю себя, я еще раз подчеркиваю, нет. Потому что я сижу. И я должна сидеть. Но не по этой статье. Однозначно не по этой статье. То, что я подстрекала к разбою, да, я подстрекала к разбою. Это правда. На моем папе не должно было быть никакой царапины. Он должен был испытать испуг, страх. Он должен был почувствовать весь психологизм этой ситуации. Мне этого очень хотелось, да, это правда. Сейчас я очень в этом раскаиваюсь. И вы даже не представляете, насколько я в этом раскаиваюсь. Каждый день, утром, вечером, я просыпаюсь с этой мыслью. Мне снится мой папа. Прошу встать, суд идет. Поведение Екатерины Борисовны в суде было очень интересным. Очень было интересно за ней наблюдать, поскольку девушка фактически играла. То есть это был тщательно продуманный, это мое личное мнение, это был тщательно продуманный актерский спектакль. Екатерина Борисова, узнав о том, что ее отца больше нет в живых, она не садится на самолет, не летит в Энгельс, не звонит родственникам, не пытается помочь. Она находится еще в Москве, посещает спасалоны. На судебном процессе было окончательно установлено, зачем Екатерине Борисовой нужна была смерть бизнесмена-отца, владельца сети ломбардов и фирм. Корыстный мотив встать у руля бизнеса, своего отца, возглавить его отлаженный бизнес. Он был очень стабилен, у каждого предприятия был свой руководитель, который отчитывался лично Борисову. Екатерина, его дочь, естественно, все это понимала, поскольку ранее она работала у своего отца, она не могла об этом не знать. И для нее это выглядело достаточно легко. То есть нейтрализовав, как бы это плохо, ужасно не звучало своего отца, встав у руля, она, естественно, все это получала, поскольку других конкурентов у нее не было. Кроме одной, Екатерина Рябченко. 7 июля 2011 года областной Саратовский суд приговорил Степана Лощилина и Александра Нагибина, исполнителей заказного убийства предпринимателя Ивана Борисова, его беременной супруги, к 19 годам колонии строгого режима каждого. А вот заказчицу громкого преступления Екатерину Борисову суд отправил на 16 лет в колонию общего режима. У брата и сестры, осужденной Катей Борисовой, есть свое мнение по этому приговору. Отец у меня был какой-нибудь известным человеком в городе, с хорошей стороны, то есть все доверялись, за советом к ним обращались. В принципе, ну, я как бы даже не могу предположить, кто еще есть, это не Екатерина, но кто-то сделал. Я не верю в то, что она заказала его. Не верю в то, что она убила беременную женщину. Но все-таки мне хочется верить до конца, что она этого не делала. Я хочу с ней встретиться. Может быть, через 16 лет, может быть, сейчас. Ну, хотелось бы в скорейшем времени это сделать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Таким мы увидели громкое уголовное дело об убийстве владельца сети ломбардов Ивана Борисова. Это был честный детектив из Саратовской области. Выводы делать только вам. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова